МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наш день в студии Михаил Майоров. И сегодня смотрите в нашем выпуске. Тайфун Джеби на Сахалине. Сильный дождь, ураганный ветер прокатили с юга до севера острова. Они повалили деревья и электрические столбы. Стихия на глазах уничтожала новые остановочные павильоны. Отстояли крышу, хотя сильный ветер раздувал пламя. В Луговом пожарные потушили огонь на чердаке пятиэтажного жилого дома. Все идет по плану, а план под контролем. Инспекторы Сахалинского строительного надзора и специалисты мэрии областного центра побывали на стройке нового корпуса 3-й гимназии. Из 2000 клеток обжиты только 30, но это вопрос времени. Корсаковский фермер планирует начать продажу мяса уже в следующем году. И начнем с главного. Рано утром в среду на остров обрушился тайфун Джеби. Он натворил немало бед в Японии. 9 человек погибли, около 300 получили ранения. На Сахалине стихия ударила по машинам. Деревья падали вместе с электрическими столбами. В центральных районах острова дороги превратились в реки. Многие населенные пункты остались без света. Подробнее в нашем первом материале. Тайфун. Как много в этом слове для сердца Сахалинского слилось. С раннего утра пользователи сайта СТВРУ начали делиться кадрами марша стихии по югу острова. Деревья падали и создавали заторы на автомобильных дорогах. Строительные заборы и леса тоже не выдерживали. К слову, рабочие оперативно их соскребали с городских артерий. А это луговое. Здесь со стройплощадки вылетел даже туалет. Непогода жестко ударила по автомобилистам. Говорят, машины даже пикнуть не успевали, когда их накрывала стволами. Сразу несколько ЧП связаны с падением электрических столбов. Проводам достается лужа. Люди коротают день при свечах. Дворники хватаются за голову. Я уже тут 10-й год живу. Всяк и бывает. Зимой снег много. А такое время веки. А вот что стало с остановкой у травматологической поликлиники в Южно-Схалинске. Непогода расположила ее вверх тормашками. Металлические крепления вырваны с корнем. Стекла в дребезге. И вряд ли новая остановка здесь появится скоро. В полудне на юге острова стихия уже сбавляла обороты. Спасатели начали ликвидацию последствий. Большой Тополь упал на детский сад в Луговом. Стволы один за другим безопасным маневром сбрасывают на землю и распиливают. Особых повреждений нет. Сломана парочка игровых зон детских, на которые упали деревья. Все деревья, которые упали на крышу, крыша не повреждена. Стекла все целы. Сейчас мы просто убираем деревья, чтобы не было случайного обрушения на кого-нибудь проходящего мимо. Мы максимально реагируем. Работает Центр обработки вызовов нашей службы ГУЧС-112. Поэтому все возможные и невозможные проблемы, которые есть у жителей, будут принимать наши диспетчера с тем, чтобы потом организовывать работу по соответствующим службам. Куда ужаснее после обеда картина складывалась в Макаровском районе. Бурные потоки грязи летели прямо с сопок. Был просто маленький ручейок. Здесь размыло плотину. Люди остались без воды. Сошли, сели. Они полностью отрезали муниципалитет. Перекрыто автомобильное движение. На трассе дерево упало на внедорожник. В салоне находились люди, но по предварительным данным никто не пострадал. Отменены поезда, железнодорожное полотно подтоплено. Мосты сносит мощное течение. Да ну нафиг, давайте отсюда к этому. Инициативные сахалинцы, между тем, зря времени не теряют. Шторм для многих словно звонок. На морском берегу обязательно можно будет собрать урожай гребешка. К курюму автомобилисты начали подтягиваться еще с утра. Очевидцы сообщают, при таком ажиотаже деликатесов на суше обнаружено пока не было. Фермер из Корсакова одним из первых на Сахалине взялся за массовое разведение кроликов. Эти животные относительно неприхотливы в содержании, если сравнивать с крупным рогатым скотом. Сейчас развитие альтернативного животноводства на фермерских подворьях стало их государственным приоритетом. Министерство сельского хозяйства рассматривает заявки на государственную поддержку. Владимир Сафронов такую помощь уже получил. Подробности у Дарьи Пишуновой. Владимир Сафронов занимается разведением скота уже больше 10 лет. В зверинце фермера бараны, утки, курицы, перепелки. Останавливаться он не планирует. Обещает, скоро на Сахалинском рынке появится новый вид мяса. Крестьянско-фермерское хозяйство обозначило своей главной задачей разведение кроликов. До этого у меня дома было 300 голов кроликов. Я держал их и посчитал, что есть смысл увеличивать, потому что спрос на мясо был, можно сказать, постоянный. Не успевали вырастать. Только звание заказывают, а у меня на забое нет. Кролики гораздо более неприхотливы, чем крупный рогатый скот, говорит Владимир. Тем не менее, ферме необходимо большое количество аппаратуры для содержания и разведения животных. В этом вопросе сахалинцу помогло Министерство сельского хозяйства. В 2017 году мужчина получил государственную поддержку. Уже в одноводство на Сахалине, конечно, сейчас получило определенный толчок и движется вперед. Официанско-фермерские хозяйства – это, конечно, у нас идет грантовая поддержка начинающих фермер и строительство семейных животноуческих ферм. Еще два года назад на этом месте был лес, а уже сейчас процветает прекрасная ферма почти на 2000 кроличьих голов. 2000 – это пока перспектива. В клетках живет лишь 30 кроликов. Но расплодятся они быстро. Кроме постройки основного здания для содержания кролей, фермер приобрел дорогостоящее оборудование для подкорма. Теперь хозяйство производит комбикорм своими силами из натуральных зерен и муки. Затем подает его животным с помощью автоматизированного механизма. Вот бункер, засыпаешь туда 150 килограмм корма. И вот шнек идет, труба внутри там шнек. Кнопочка нажала, шнек крутится, и каждая кормушка заполняется. И все одновременно. Первое потомство в хозяйстве ожидается уже через месяц. В оборот, кроличатина поступит не раньше конца 2019 года. На Сахалине появятся курсы для подготовки бизнесменов. Это стало известно в ходе выездного заседания регионального совета по инвестиционной деятельности. Представители власти, общественности и бизнесмены собрались в Аниве. Сегодня в районе реализуются несколько сельскохозяйственных проектов территорий опережающего развития. Создаются новые рабочие места. Немало внимания уделяется малому и среднему бизнесу. Участники инвестсовета отметили, зачастую бизнес-планы, самостоятельно подготовленные предпринимателями, имеют низкое качество. А это затрудняет продвижение вполне перспективных проектов. Поэтому и решено открыть обучающие курсы. Также районным властям посоветовали более активно заниматься туристической инфраструктурой. Вся инфраструктура дорожная и санитарно-бытовая, она должна быть. И единую концепцию этих пляжей, значит, с дорогами, со стоянками вы должны разработать. Второе у вас направление, которое, ну, наиболее так тоже очевидно привлекательное, это зимой в районе Троицка вы создали хорошие условия там для занятий лыжами. Туда приезжают и с Южного, и с Анивы все приезжают. И это направление необходимо развивать. Вице-спикер Сахаринской думы Александр Ивашов вернулся из Москвы, где на заседании Генерального совета Единой России участники обсудили, как увеличить долголетие трудоспособного населения. Одной из главных тем на форуме стала востребованность людей предпенсионного возраста на рынке труда. Пора поддержать их законодательно, решили на собрании. Государство разрабатывает меры, благодаря которым людям старшего поколения будет проще пройти дополнительное обучение и повысить квалификацию. Будет и программа федеральная на эту тему, новая специальная. И предусмотрены будут деньги с федерального бюджета на эти вопросы по переобучению, значит, и перепрофилированию, и существованию новой системы. Но вот такая система, называется она вот такими словами, система постоянного обучения работающего населения, она будет возрождаться-создаваться. Чтобы у гражданина не возникала проблема, что он сегодня должен трудиться, может трудиться, здоров к этому, хочет трудиться, но его труд не востребован на рынке. Кроме того, для граждан предпенсионного возраста предусмотрят увеличенный отпуск и оплачиваемые дни для прохождения ежегодной диспансеризации. Также планируется повышенное пособие по безработице. Изменения в пенсионном законодательстве Госдума во втором чтении рассмотрит к середине октября. И в продолжении темы. Сахаринские народные избранники работают над областными законами, которые затрагивают людей пенсионного возраста. Своей задачей депутаты видят по максимуму сохранить региональные льготы на прежневозрастной планке. Для этого в документах зафиксируют возраст без привязки к пенсии. О том, как новое пенсионное законодательство России отразится на жизни сахаринцев, подробнее расскажет председатель комитета по социальной политике, депутат Виталий Гомелевский. Он присоединился к нам в студии. Виталий Евгеньевич, здравствуйте. И наш первый вопрос. Какие вы подготовили поправки к закону, принятому в первом чтении? Да, мы специально для этого создали рабочую группу. И что очень хорошо, мы включили туда большое количество общественных организаций. Наших ветеранов, заслуженных, дети войны. Ну и так далее. Я не буду сейчас всех перечислять за неимаемый времени. Но именно они помогли нам выбрать самые злободневные вопросы, которые влияют и на настроение, и вообще на жизнь людей. И вот, в частности, в проекте закона, который принят в первом чтении Госдумы, совершенно были забыты коренные малочисленные народы. У нас осталось-то, вот на Соколине, 4200 человек. Вот вдумайтесь, мужчин-пенсионеров по справке пенсионного фонда среди экономорез всего 77 человек. Женщин 28. То есть они не доживают до этого возраста. Как же можно их увеличивать, этот возраст? Поправка уже прошла на форуме. Еще три законодательных собрания других регионов к нам присоединились. Вот на форуме, который прошел 20 августа, четко сказали по КНМС, конечно, сохранены будут возрастные эти планочки. Это первое. Второе, конечно, ну как мы можем согласиться с возрастом, с изменением, с 50 сразу на 58 лет. Поэтому поправки наши ушли в Государственную Думу, в Единой России еще в начале августа месяца, 7 числа. И Ивашов, наш зам предпредседателя Думы, выступал там и поправки наши, прокурсутие дело, одобрены. Но это главное. А вот сегодня наступает время работы до второго чтения сделать так, чтобы на людях, которые достигли того пенсионного возраста, который был всегда на Сахалине, ну всегда, то есть последние много лет, значит мы должны эти все льготы сохранить. Но я понимаю, это фразы такие общие. Я бы хотел вот конкретно сказать, ну вот скажем, очень серьезный вопрос по транспортному налогу. Он не такая уж маленькая сумма. И то, что мы в свое время, значит уже практически 14 лет назад освободили пенсионеров от транспортного налога, оно конечно сказывается на моральном состоянии и на материальном состоянии людей. И первое, что мы сделали, это внесли предложение. И вот такой проект закона уже в Сахалинскую областную думу внесен, где слова, что подлежат, подпадают под эту категорию лица, которые достигли пенсионного возраста, заменяется на фразу лица, достигшие возраста 50-55 лет, женщина-мужчина, соответственно, имеющие трудовой стаж работы в районах крайнего сервера и приравненных местностях, не менее 15-20 календарных лет. И все. И это навсегда. Это закон такой будет принят. И больше меняться не будет? Не будет, конечно. Второе, например, вот поддержка семей, закон наш от 6 декабря 2010 года о социальной поддержке семей, имеющих детей, в которых студентам до 23-х представляет социальная поддержка в виде компенсатора в размере 50% стоимости проезда к месту обучения и обратно два раза в год семьи, видимо, транспорта. Ну и так далее. Подтверждает, что студент до 23-х является членом малоимущей семьи, многодетной семьи, семьи, где один или оба родители достигли возраста 50-55 лет, а, соответственно, женщины и мужчины, и являются неработающими пенсионерами. Такая была запись. А теперь мы ее меняем и являются неработающими гражданами. Ну, вы уже практически ответили даже на второй вопрос. Какие предложения есть по сохранению льгот для сахалинцев и курильчан? Да, и вот таких законов мы должны за всего лишь полтора месяца изменить все эти записи продуманно, по точке запятой по каждой. Лингвисты, чтобы вычитали, чтобы никаких изъянов не было в этих законах. Но их почти 50. И вот хорошо, что губернатор своевременно издал распоряжение, занимается, готовят все это министерство, пенсионеров которых это касается. И я думаю, что каждую неделю нам будет вноситься блок от 7 до 8 законов, которые нужно проводить. И если надо, мы будем проводить и неочередные сессии для того, чтобы успеть до 15 октября. Но количество немало. Успеет ли ли ко второму чтению? Ну, учитывая, что вчера на совещании у Веры Георгиевны Щербины я на свой вопрос, а успеет ли они нам подготовить, четко получил, что до 10 октября все законы, все изменения будут внесены в областную думу. Ну, а там дальше уже наша работа внутренняя. Я могу одно сказать. Мы постараемся так, чтобы ни одно льгота, которую мы многие десятилетия вводили в жизнь, чтобы она не поддалась забвению, и чтобы люди, самое главное, достигли которых 50-55 лет, продолжали спокойно эти льготы получать. Виталий Евгеньевич, спасибо вам большое. Пожалуйста. Инспекция за инспекцией. Сахаринский строительный надзор вновь побывал на стройке нового корпуса 3-й гимназии. Ревизоры каждый этап держат под контролем. В новом здании должен разместиться Центр детского творчества. Проект предусматривает залы хореографии, кабинет гончарного дела, хоровые классы и многое другое. Все работы выполняются строго по проекту, который прошел через придирчивую государственную экспертизу. Убедиться в том, что все идет по плану, представители надзорных органов приезжают регулярно. Ведь этот корпус возводят для детей. Государственные инспекторы контролируют весь документооборот и проверяют каждый этап стройки раз в два месяца. А заказчик на объекте бывает еженедельно. Пока в этих серых пространствах хореографическую студию или вестибюль можно лишь представить в своем воображении. Но требования безопасности, которые предъявляют к таким помещениям, выполнять нужно уже сейчас. Инспекторы в первую очередь оценивают инженерные внутренние сети и эвакуационные участки. На сегодняшний день монтируется система противодневной вентиляции, которая подвергается огнезащитной обработке. То есть соответствует уже требованиям существующего законодательства. То есть лестничные марши, горизонтальные участки пути эвакуации, ширина проходов, выходов уже по факту соответствуют. Новый корпус третьей гимназии состоит из трех блоков. Они разделены между собой антисейсмическими швами. В помещениях много окон, светло и просторно. На втором этаже расположится театральный зал на 114 мест. Здесь у гимназистов будет своя костюмерная, гримерная и кладовая. Этажи свяжет лифт, его грузоподъемность – одна тонна. На первом этаже уже заливают стяжки пола и укладывают наружные стены. Работа на крыше завершается. Работа тут в графике. Пока нареканий, таких серьезных замечаний нет. Есть, конечно, какие-то у нас недоделочки, замечания. Но мы решаем все в рабочем порядке. С АО «Сахалин инженеринг» у меня уже не первый объект. Это третий объект. Мы сдали созвездие. Работаю сейчас с ними же на автостоянке. Это третий объект. В принципе, три года я с ними работаю. Ну, пока, в принципе, как динамика у нас положительная, скажем так. У нас муниципальный контракт до 2020 года. Ну, как заверяет подрядчик, он, как понимаешь, делает усилия, чтобы досрочно это ввести в эксплуатацию. Ну, посмотрим. Как бы темп задан очень хороший. Мы сами видим, да. Люди работают, материалы все в наличии. Сдвинуть сроки могут лишь особые обстоятельства. Например, частые капризы погоды, которые могут помешать рабочим. В остальном, если все и дальше пойдет как по маслу, сдать новый корпус должны в августе следующего года. Далее в эфире рубрика «Точка отчета». В луговом пожарные расчеты в среду утром боролись с огнем на чердаке жилопятиэтажки. Ситуацию осложнял сильный ветер. ЧП произошло на улице 2-й железнодорожной. Причем спасателям пришлось дважды выезжать на этот адрес. В первом случае на обрыв электрокабеля, а во втором уже на тушение огня, возникшего из-за замыкания проводов под крышей дома. С пожаром удалось справиться довольно быстро. Серьезных повреждений кровли удалось избежать. На момент приезда расчетов жители этого дома самостоятельно эвакуировались из своих квартир. Пострадавших нет. В Холмске романтический ужин закончился трагедией. Это произошло в одной из квартир по улице Капитанской. Здесь была обнаружена 57-летняя женщина, как выяснилась хозяйка жилья. На ее теле криминалисты насчитали несколько колоторезанных ранений. Оперативникам уголовного розыска вечером того же дня удалось выйти и на предполагаемого убийцу. Им оказался рецидивист, 51-летний житель портового города. Он рассказал, что в этот вечер он гостил у своей знакомой, выпивали. Употребляли спиртные напитки. В ходе распития женщина оскорбила гостя, из-за чего тот взял нож и нанес им множественные удары по различным частям тела потерпевшей. После совершенного преступления мужчина лег спать, а на утро проснувшись, обнаружил женщину мертвой. А расследование уголовного дела продолжается, а предполагаемый убийца по решению суда заключен под стражу. А вот так закончилась попытка уйти от погони для 34-летнего южно-сахалинца. Он был замечен экипажем спецбатальона на проспекте Победы. На просьбу остановиться лишь прибавил газу. Движение закончилось вынужденно через три квартала на бульваре Анкудинова, где он буквально влетел в балкон. Почему мужчина так пытался не попасться на глаза инспекторам, выяснилось тут же. Он был пьян, а согласно базе данных, еще и лишен водительских прав за езду нетрезвым. Кроме этого, выяснилось, что он несколько минут назад в одном из магазинов украл товар на 36 тысяч рублей. Теперь, помимо административного штрафа и ареста за вождение пьяным, мужчина ожидает и возбуждения уголовного дела. Здоровый образ жизни вместо бесконечных домашних хлопот. Все больше и больше людей старшего возраста стремятся к активному отдыху с физической нагрузкой. Многие из них приходят в группы спортивной ходьбы. Взяв в руки палки, гораздо проще преодолевать километр за километром и поддерживать себя в форме. К назначенному часу любители спортивной ходьбы подтягиваются к лыжеролерной трассе. В основном это женщины, что неудивительно, именно они предпочитают организованные занятия. Многие из них, будучи на пенсии, продолжают работать и не торопятся на отдых. Так что нужно быть в хорошей физической форме. Мы в проекте «Скандинавская ходьба» задействуем старшее поколение и всех желающих. У нас занимаются люди после восстановления, проходят восстановление после травм, например, дорожно-транспортных происшествий, после инсультов приходят женщины. И занимаются для своего здоровья, для физического здоровья, для нормального самочувствия. Почему решили заниматься? Для меня это поддержка здоровья. И мне очень удобен этот вид спорта. Я никуда не хожу. Раз, пришел, прошелся по лесу. Тренировочка. Для меня это привычно. Перед условным стартом разминка. И палки здесь тоже помощники, которые, кстати, можно бесплатно взять на прокат в школе зимних видов спорта. Скандинавская ходьба, хоть и предполагает нагрузку на мышцы ног и рук, доступна практически всем. Главное – поддерживать темп на всей дистанции и следить за дыханием. Группе людей преклонного возраста присоединяются и молодые. Наталья подошла к физическим занятиям основательно. Вооружилась регулируемыми палками, что позволяет ходоку в разы увеличить нагрузку на мышцы. Если хотите дать больше нагрузки на все виды мышц, чтобы они больше работали, значит, нужно немного повыше, чтобы рука опиралась сильнее и делала больше движений. Либо стандартную, если вы просто прогуливаетесь без особых напряжений. Маршрут для любителей спортивной ходьбы сначала пролегает по асфальтовым трассам, затем по грунтовой дороге к водохранилищу, где есть возможность сделать передышку и с помощью несложной гимнастики снять напряжение в руках и ногах. Женщины признаются, что ходьба улучшает настроение и повышает тонус. И дружно советуют всем, кто сидит в четырех стенах и мало двигается, больше ходить. Просто непременно надо выходить на природу, куда вам приятно. Побегать около драмтеатра, там тоже очень красиво. Походить около музея, там тоже красивый парк. Ну где у вас есть возможность, нужно обязательно выходить, чтобы чувствовать жизнь. Групповые занятия скандинавской ходьбой для людей старшего возраста проходят по вторникам и четвергам с 7 часов вечера у школы зимних видов спорта. На радио АСТВ стартовал новый сезон. С началом осени из отпуска вышли утренние ведущие. Теперь слушатели облобластного шоу ждут еще больше игр, музыки и развлечений. Помогать просыпаться сахалинцам Артем Бушаев и Таней Еркалиева традиционно будут с 7 до 11 утра. Все лето мы придумывали новые игры для наших слушателей, новые рубрики, чтобы каждое утро они были бодры и веселые, чтобы быстрее просыпались и веселее все это происходило. В 7.50 у нас запустилась игра «Завтрак на троих», там где мы о еде разговариваем. В 7.50 нужно поговорить о еде. Потом у нас «Музатрон» новая прикольная игрушка, где мы угадываем мелодии. Очень интересно, игра происходит на четверых, можно сказать. Мы с Таней руководим, двое участвующих активно отгадывают эти песни. Ну, в общем, весело проходит. Участвуют все, в принципе, у кого настроены приемники на нашу волну. Кроме того, в утреннем шоу на радио АСТВ появились новые рубрики. Для водителей информация из мира автомобильных новинок. Также слушателей ждут новости о кино и сериалах и самые популярные, хотя порой и странные, публикации из интернета. И напоследок сообщаем. Утренние выпуски новостей «Наш день» теперь выходят в 9 и 10 часов. Это связано с изменением сетки вещания. В привычный график 7 и 8 утра наша программа вернется в ближайшее время. Об этом мы сообщим дополнительно. И на этом у меня все. Эти и другие новости, а также все выпуски программы «Наш день» можно найти на сайте айств.ру. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok